Всем привет! Вы на канале InvestFuture и мы подводим финансовые итоги вторника. Новость, которая сегодня больше всего взорвала, можно сказать, российское финансовое пространство, это подтверждение слухов о том, что Яндекс и Тинькофф Банк будут работать в одной команде. ТКС Групп, материнская компания Банк, сообщила на лондонской бирже, что Яндекс предварительно договорился о покупке Тинькофф Банка за 5,5 млрд долларов. Яндекс предложил акционерам ТКС выкупить 100% акций компании и стороны пришли к предварительному соглашению о сделке, говорится в сообщении ТКС. Сделка будет оплачена частично деньгами, частично акциями, говорится в сообщении ТКС. Премия к текущей рыночной цене составит 8%. И мы видим, что на этих новостях акции Яндекса радостно взлетели в небеса. Очевидно, что синергический эффект для этой сделки может быть поистине огромным. Следующая новость, которую хочу обсудить. Еще одно крупное событие на фондовом рынке. Финтех дочка Алибаба планирует провести крупнейшее IPO в истории на 35 млрд долларов. И речь идет об компании Ant Group. Компания будет размещаться на шанхайской и гонконгской биржи. И это IPO может стать крупнейшим в истории и побить рекорд Сауди Арамко. Андеррайтерами этого IPO станут China International Capital Corporation, Citigroup, JP Morgan и Morgan Stanley. Ant ставит такие амбициозные планы по размещению в 35 млрд долларов в связи с тем, что поменялась оценка компании. Она выросла до 250 млрд долларов. Для сравнения, PayPal оценивается в 206 млрд, а MasterCard в 335 млрд. Ant Group владеет крупнейшим китайским оператором онлайн-платежей Alipay. Но интересно, что большая часть доходов компании приходится не на онлайн-платежи, а на кредитование и управление активами, которыми занимаются отдельные дочерние структуры. В общем, это, конечно, может стать очень интересным событием для глобальных рынков. По дате, я так понимаю, что конкретики пока никакой нет. Сегодня состоится важное событие для рынка электромобилей. Потому что в 23.30 по Москве начнется Battery Day, который проводит компания Tesla. Ожидается, что Tesla раскроет спецификацию новых аккумуляторных элементов. Речь идет о том самом аккумуляторе, который способен прослужить более 1 млн миль. И это, конечно, долгожданное событие для рынков. Потому что, если технология будет успешной, она может очень и очень помочь Tesla в будущем. Правда, накануне мероприятия Илон Маск несколько охладил оптимизм инвесторов. И заявил, что устройства, которые будут презентованы на Battery Day, не выйдут в серьезное массовое производство до 2022 года. Но в долгосрок они очень важны. Как вы видите, у нас сегодня новости в основном корпоративные. Потому что глобально тенденции на рынках остаются довольно неопределенными. Вроде как падение-то приостановилось. Но надолго ли такой осторожный оптимизм пока очень сложно предполагать. Поэтому расскажу вам о еще одной интересной корпоративной новости. Microsoft покупает разработчика видеоигр компанию Zenimax Media. Это материнская компания издателя игр Bethesda Softworks. Цена сделки 7,5 млрд долларов. В пресс-релизе Microsoft говорится, что в 2021 году ожидается, что годовая выручка индустрии игр составит более 200 млрд долларов. Игры являются основным двигателем роста. И они подпитывают новые облачные игровые сервисы, такие как Xbox Game Pass, который достиг новых рекордных значений. Более 15 млн подписчиков. С приобретением Bethesda Microsoft увеличит число творческих студийных команд и добавит культовые франшизы Bethesda в Xbox Game Pass. Ну и Microsoft говорит, что сделка по покупке Zenimax Media будет закрыта во второй половине 2021 финансового года. А ее влияние на операционную прибыль компании будет минимальным в ближайшие несколько лет. Аналитики высоко оценивают это событие, считают, что это умный стратегический ход, который позволит Microsoft подпитать свое игровое направление. Ну и мы видим, что акции Microsoft ответили некоторым ростом на эти новости. А вот аналитики Атона продолжают позитивно относиться к акциям российского золота-добытчика Полюса. И считают, что в Полюсе есть потенциал роста еще в 28%. Атон ставит на то, что рост цены золота на рынках продолжится, несмотря на то, что после достижения пиков в начале августа сейчас цена вошла в коррекцию. Эксперты прогнозируют, что в 2021 году средняя стоимость золота составит 2250 долларов за унцию, а в 2022 уже 2350 долларов за унцию. И это может стать прекрасной поддержкой для Полюса, которую Атон считает буквально лучшей российской бумагой среди золота-добытчиков. Также Атон отмечает, что у Полюса есть перспективные направления. Так, например, улучшение показателей компании может помочь расширение производства на месторождении благодатное. Это может позволить увеличить объемы добычи руды до 15 миллионов тонн в год, начиная с 2024 года. Еще одна точка роста – это золоторудное месторождение на сухом логе, на которое приходится 28% от всех запасов золота в России. И Полюс приобрел его в 2017 году. Сейчас компания готовится к запуску месторождения и проводит там геолого-разведочные работы. Так что Атон считает, что акциям Полюса есть куда расти и для этого есть фундаментальные причины. В России из любопытных новостей Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который предполагает повышение НДПИ для металлургов и химиков и отмену льгот для нефтяных компаний. На этом планируется солидно пополнить бюджет, но интересно, что одновременно с этим по данным СМИ одобрен законопроект, который дает компании Роснефт налоговый вычет по НДПИ при добыче на приобском месторождении. В нашем телеграм-канале Ивстокс сегодня как раз был пост о том, как эти нововведения могут повлиять на прибыли компаний. Ссылочка на канал есть в описании к этому видео. Подписывайтесь, если вы еще этого не сделали. Канал очень молодой, но мы там будем рассказывать специализированно о фондовом рынке и я уверена, что будет полезно. А вот еще одна интересная тема по рынку недвижимости, которая многим, уверена, будет интересна. Известия пишут, что цены на жилье в новостройках в России по итогам 2020 года вырастут на 12-15%. И действительно связано это именно с повышенным спросом на фоне ограниченного объема предложения. Кризис кризисом, но мы видим, что с рынка вымываются прежде всего самые доступные варианты первыми. И это сказывается на средней стоимости одного квадратного метра. При этом во время ограничительных мер из-за пандемии девелоперы несколько сдерживали рост цен. Ну а сейчас и отложенный спрос также оказывает влияние на стоимость жилья. Так что если вы хотите накопить на квартиру, допустим, для своего ребенка, то задуматься об этом, я думаю, стоит заранее. И у нас как раз вот на канале сегодня утром вышло видео о том, как приучать детей к финансовым услугам и развивать финансовую грамотность с детства. И какие инструменты могут позволить начать копить прямо сейчас, чтобы через несколько лет у вас был некий капитал, даже если сейчас его нет. Говорим о том, какие инструменты могут в этом помочь. Мне кажется, довольно полезное видео получилось. Ссылочка на него будет внизу, в первом закрепленном комментарии. Также, если вы пропустили наш книжный обзор, друзья, стоит его посмотреть, потому что мы на этой неделе разыгрываем отличную книгу Леонарда Млодинова под названием «Несовершенная случайность». Это достойный конкурент Насиму Талебу, но, правда, может быть, не такой распиаренный. Еще из интересного, напомню, что у нас в пятницу прошел непростой, острый и довольно отрезвляющий стрим с Еленой Черковой из Мовчанцгруппа. Если еще не посмотрели, ссылочка есть также внизу. И, как и обещала, я в основном телеграм-канале «Инвестфьючер» опубликовала список книг, которые Елена во время прямого эфира нам обещала дать. Так что ссылочку и на основной канал «Инвестфьючер», и на новый канал по акциям вы найдете в описании к видео. Другие все полезные ссылочки будут в первом закрепленном комментарии. Как видите, материалов, которые могут помочь нам образовываться и расширять эрудицию, очень и очень много накопилось. Смотрите, если что-то пропустили. У меня на этом все. Спасибо. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, если нравится работа нашего проекта. Спасибо за поддержку и до новых встреч на нашем канале. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта «Инвестфьючер».